Творческий вечер. Писатель, художник и как он себя позиционирует сапожника Липы Грузмана проходит в стенах Пушкинской библиотеки. Леонид Оронович специально приехал из Иерусалима, чтобы презентовать свою четвертую книгу из серии «Еврейские тетради», предлагая всем укунуться в мир еврейской жизни середины 20 века в Нижнем Новгороде. Родился и вырос Липа Грузман в городе Горьком. В конце 90-х вместе с семьей переехал в Израиль. Вдохновился творчеством Слаухина и сам пристрастился к писательскому ремеслу. Сначала исписал одну школьную тетрадь рассказами о своей жизни и о жизни еврейского народа на родине. Потом другую. И так вышло, что за спиной Грузмана уже 4 тома еврейских тетрадей. Все иллюстрации тоже творение автора. Его книги прошлись по сердцу нижегородцам. Теперь он здесь. Начинает свой творческий вечер с музыкальной паузы. Поет иерусалимский детский хор. В зале творческая атмосфера. Послушать писателей-земляка пришли нижегородские литераторы, работники библиотек и книжных лавок. Ну и, конечно, круг знакомых. Грузман делится своими задумками о пятом томе еврейских тетрадей и о своей поездке в Болгин. Говорит, это место необыкновенное и даже сравнивает его в прозе с Иерусалимом. И путник этой жизни говорит, Иерусалим и Болгина Большое в осенней жизни в мгле вы дали силы видеть мне горящий в жизни небосвод и две звезды, дающие свет не только мне. Несмотря на то, что писатель в следующем году отпразднует 70-летний юбилей, он активно пользуется социальными сетями и общается с земляками. Так познакомился с Валентиной Страховой. Общались через интернет. Сегодня Валентина пришла повидаться с человеком, чьи строчки так запали ей в душу. Он пишет, это то, о чем он очень хорошо знает. Он родился, вырос и возмужал в нашем городе. Он рос среди простых людей, причем настолько простых, что среди них были даже и маргинальные какие-то слои. Он не стесняется об этом писать, для него это совершенно естественно, потому что он не боится своих корней и не прячет их. И это очень ценно для любого писателя. Липа Грузман рассказывает нашей съемочной группе, почему он стал писать еврейские тетради и делится планами на будущее. Я родился во времена и рос, когда еврей был как бы клеймо. И где бы я ни шел, где бы я ни был, всегда еврей, еврей, еврей. И как бы вот я тоже стал писать эти еврейские тетради. Сегодня их написано и издано 54 тетради. Значит, два тома, как бы я уплатил за это, были изданы. Третий том здесь, уже в России, переиздавался. Пятая книга будет называться «Писатель и художник» и представить собой своеобразный сборник баек в перемешку со сплетнями. Иллюстрирован пятый том будет традиционно авторскими картинами самого писателя. Новую книгу Липа Грузман будет презентовать в следующем году, в своем любимом месте, в Большом Болдине. Олег Лавров, Сергей Пермовский, Объективно, ННТВ. Плача – это фундамент характера.